Книга «Открытым окон», том 18, вопрос 3277, тема литература. Главный герой фильма «Остров» и Анатолий изгонял бесов, исцелял, обличал. Нашим сестрам он очень понравился, а братья наоборот, что вы об этом скажете? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос не совсем понятен, мое мнение о фильме и о главном герое, или о том, почему братьям не понравился герой, а сестрам он любезен. Фильм о человеке сугубо православном и о том, как он спасает душу свою на острове, где есть храм и братья. Во время войны он с капитаном вдвоем перевозил на барже уголь. Их захватил немецкий сторожевой катер, и этому Анатолию, превыше меры испугавшемуся, они предложили убить капитана. Он дрожащей рукой выстрелил, и Тихон упал за борт. Немцы заминировали баржу, она взорвалась, а села на мели, а откуда теперь этот страдалец, возит на тачке вручную уголь по сделанному длинному переходу в кочегарку, где по мере сил юродствует, исцеляет людей и кашляет, ждет смерти. Православные консультанты, отец Косьма и романах Симеон, да и вышестоящий, дали благословение на запуск и обозрение этого фильма. Все-то в нем суперправославное, и юродство, и главное – исповедаться и причаститься, исцеление и прозорливость, и предузнание о своей смерти. В чистейшем виде сегодняшнее подножное православие на бытовом кухонном уровне. Но нет в этом фильме ни словечка о страданиях Христа, об искуплении души, о жертве Иисуса, дарующей мир душе. Этот несчастный всю жизнь молится и ни на шаг не приблизился к спасению. Грешный, многогрешный и архигрешный. Им фильм исключительно вредный и может быть показан только в комментариях, как антипод евангельской вере. «Примем все показанное за истину, что так и есть, или так могло быть, как задумал режиссер, что где-то на острове залит живет такой же Анатолий Николай Гурьянов и воскрешает кота. И даже когда встречается он с убитым им, ныне уже адмиралом Тихоном Петровичем, привезшим бесноватую дочь вдову Викторию Настю, и она исцеляется от демонов, и даже ему, и ей он ни слова не смог сказать о Христе. Ему бы главное причастить. И люди снова уходят в мир. И что потом будет с этим мальчиком Гришей с исцеленными ногами, с бесноватой, которой не приняли Христа, и потому не могли они жить для Христа? Матфея 12, 45. Тогда идет и берет с собой, с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и, бывая для человека того, последние хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Кто ставил этот обольстительный фильм, кто финансировал? Это все люди, не знающие Христа и евангельской веры. Они обречены, как Юрий Воробьевский, всю жизнь искать новости по Афонам, по косницам монашеским. Юродством этот кочегар пленил весь остров и материк. Смертельное обольщение погрудило весь мир в дым. Какой он напустил в кочегарки, имитируя изгнание бесов? Да если бы такой поселился с нашими сестрами, они бы взвыли и сбежали от него в ту же ночь, или даже не дожили до ночи. Обувь вашу он пожег бы, одеяло и постельные принадлежности утопил бы. Артист он превосходный, когда в ролях показывает разговор с несуществующим собеседником, выдавая свои прозрения, яка оракул. И в конце, когда кочегар Анатолий живьем укладывается в ящик с веревками и умирает по-настоящему, это здорово. Сие есть символ православия, заживо похоронившего себя в стенах монастырских. Так и кукарекает этот проповедник, перекликается с бесами, с бесами, кричащими с бесноватой. Братьям, знающим чистое благовестие, несущим чудную весть о прощении в преливодении мир, и не мог понравиться этот упрямец, не поднавший радости во Христе. А сестры по недомыслию увидели только храм, услышали повторение Иисусовой молитвы, и им это показалось духовным. Хотя, когда им покажешь суть всей этой эпопеи, они тут же опомнятся и встанут на евангельский путь. Петра Мамонова Анатолия могут запросто канонизировать. Веревки в ящике замироточат, лопата закровоточат, шлак разойдется по паломникам, как сухари Серафимовы. Лука 9, 55 Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа!» В Петяном 4, 22-25 Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Каково было всем перестать наступать, если войско еще в силе, много оружия, но приказ есть приказ, и печать на уста, и понятно, кому стало хуже. Враг окреп обнаглел и внезапно насел, мусульманство родил, сонны ересей чуждых, эх, монах ты, монах, свой удел проглядел. Вместо рек благовестия лишь лужи. Разбрелись по пустыням, роддомы закрыв, созерцали пупки, взрываясь под дюны, объявили, что грешным не надо б накрыл, научились, как лучше на проповедь плюнуть. День склонился к закату, остывший очаг, испарнивый, прости, нескончаемый четкий. Углубились в анафемы, злобно молчат, только мы у Христа отритмовано четко. Время всем и всему подбивает итог, не пора ли засесть за подсчеты? Все упущено, что очень просто бы смог, не считаться под старость никчемных. На монашестве вин, словно блох на собаке, как зачистку вели в Византии, и повымерли все под метлу без остатка, дали волю зверю и скотине. Наработки апостола в первых столетий все опустили в расход, на распыл, и к традициям правила лепят и лепят. Стал им в Библии голос немил и постыл. Наступательной тактики нет и в помине, а рождение свыше нигде не словечко. Семя слова ушло, и остались аминьи, и пролома в стене золотать стало нечем. Распечатайте Божий колодец воды, и нарежьте побольше заранее розок. Здесь зачатие будет, избытие беды. Суд уже при дверях, беспощадный и строгий. 24 ноября 2006 год, Игнатий Лапкин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...